здравствуйте вы на канале сад без секретов меня зовут светлана налетова сентябрь это прекрасный очень подходящий месяц для того чтобы вы смогли выкопать поделить и пересадить на новое место прекрасные пионы и сегодня цветовод из челябинска коллекционер пионов елена гераськина покажет вам свой способ посмотрите ее мастер-класс для того чтобы вы смогли правильно своевременно поделить пионы доброго дня наступил сентябрь это самое прекрасное время для деления пионов на южном урале пиончик уже готов к делению все питательные вещества он уже запас в корневище уже созданы цветочные почки которые распустятся на следующий год цветочками и сейчас можно приступать к выкопке и делению пионов вот этот куст уже взрослых пиона red grace это ранний пион который цветет достаточно рано на урале вот такой большой я его выкопала скомом земли и сегодня я хочу на примере этого куста показать как я делю пионы полностью то есть весь процесс сегодня покажем этот корень уже шестилетнего пиона уже необходимо поделить чтобы на следующий год обновленные деленки выросли в хорошие шикарные кустики прежде чем мы начнем делить этот путь пиона нужно тщательно промыть вот такой мягкой струей воды а струя действительно мягкая это не машина керхер которые некоторые промывают пионы потому что самое главное не сломать вот эти почки почки очень хрупкие нужно промыть аккуратненько вот так вот каждый корешочек нужно оголить убрать всю землю полностью оголить все корешочки принято еще пионы выкапывать немного заранее до того момента как начнем их делить но я привыкла делать так поэтому и так как я делюсь своим опытом я расскажу именно как делаю я я не выкапываю пионы заранее для того чтобы орни немножко обмякли меня почва песчаная и я не скажу что корням нужно какое-то дополнительное подсушивание ну начнем с того что процесс деления большого куста пиона это процесс творческий и тут нам нужно проявить и творчество и смекалку для того чтобы кустик разделить на хорошие добротные деленки прежде чем это сделать нам обязательно нужно удалить всю листву то есть мы ее просто берем и вот таким образом отрезаем кто-то делает чуть выше срезы я не люблю высокие срезы я отрезаю максимум вот максимум 5 прям 5 10 сантиметров оставляю вот эту вот зеленую массу если вы уже делили какой-то пион перед тем как вы начали делить следующий пион вам обязательно нужно обработать весь инструмент это главная задача наша для того чтобы не внести никакую инфекцию если вдруг она какая-то есть было в почве или на пионе или еще какие-то микроорганизмы жили в общем нам нужно после каждого деления пиона обязательно обрабатывать инструмент это может быть хлор гексидин это может быть спирт это может быть белизна в общем кто в чем я делаю просто спиртом затем я убираю полностью старые вот эти вот старые корешочки это то что было в прошлом году вот эти корешочки это стебли прошлого года потому что я их на зиму срезала и вот они вровень с землей были срезаны они не нужны абсолютно это источник инфекции потому что эти старые стебли уже гниющие поэтому мы их обязательно все просто удаляем убираем дальше берем корень и рассматриваем с какой стороны потому что у него тут много много разных вот таких вот корешков которые нам надо максимально сохранить до деления после деления я потом покажу что мы с ними будем делать так ну вот когда я нашла более менее для меня оптимальный вариант я начинаю потихонечку откусывать корешочки друг от друга отделять получилась вот такая первая деленочка это деленка стандартная совершенно то есть вот мы если посчитаем у нее три хороших цветочных почки для гибридов это это пион гибридный поэтому здесь стандарт две-три цветочные почки и куча маленьких то есть мы еще видим что тут раз два три четыре пять но около 10 почек дальше мы ищем следующую деленку которую удобно будет отделить процессе удобнее делить когда корни конечно молодые там прям показательные получаются такие корешочки то есть вообще красота неимоверная делить одно удовольствие вот с такими корешками которыми уже шесть и более лет с ними приходится повозиться потому что срастается очень много стеблей в единый корень деление пионов на этом не закончилось когда мы разделили куст на деленки теперь нам нужно каждую деленочку еще отдельно промыть чтобы они были чистенькие аккуратненькие и удалить полностью все подгнившие вот эти старые стебли и часть молодых здоровых корней которые нам в принципе не нужны для последующего развития этого куста будущего вот здесь например на этом хочу показать на этой деленки можно увидеть прям эволюцию развития вот этого корня пиона потому что здесь видно как росла деленка расширяя кузда масштабы этого куста вот отсюда начинал расти первый стволик и дальше пошли вот эти вот все засохшие уже подгнившие старые ветки это ветки которые были в прошлом в позапрошлом и пять лет назад и так далее то есть с того времени когда куст этот был посажен и вот до этих двух настоящих веток которые уже вот обросли вот почками на который на следующий год снова будут расти здесь вот такая масса корней которая совершенно не нужна для этой деленки для ее развития я не люблю когда очень много корней остается на деленки они мешают них очень много запасающих веществ и они мешают развитию новых молодых корней для этой деленки поэтому вот такие корни я большую часть буду удалять то есть я их прям вот так вот убираю обрезаю потому что это все не нужно все деленочку дальше рассматриваю подрезаю вот вот такие вот тоже торчащие углы они совершенно не нужны на этой деленки после этого деленочку можно уже положить вот она готова для посадки вот такая давайте рассмотрим вот такую деленку и поговорим о пустотах которые возникают внутри вы деленок то есть внутри корня всегда возникает вопрос обрезать эти части корни или не обрезать нет их обрезать не нужно это как раз вот говорит о том как наш пион развивался это эволюция развития этого корня потому что эти дупла как их еще называют или дырки в корне образуется за счет вот этих отгнивающих старых веток то есть вот вы видите я вот эти старые веточки все убирала то есть когда мы пион выкопали вот мы убрали на уровень практически почвы ну вот здесь еще были старые ветки которые до этого мы все их обрезали а теперь если мы посмотрим что таких вот пустоточек и маленьких старых веточек их еще много это говорит о том что они еще просто не сгнили за прошедшие года но они когда гнивают у них остаются вот такие дырочки в корне они совершенно не мешают корню расти развиваться дальше это говорит о том что корень нас растет уже продолжительное время на нашем садовом участке ну вот у нас процесс деления пиона закончен то есть мы обработали все корешки сейчас их нужно положить на просушку я это делаю вот на таких сетчатых ящиках то есть я их отдельно друг от друга каждую деленочку кладу и ставлю в тенечек куда-то в саду для того чтобы они какое-то время продувались и полностью чтобы ушла от облака которая сохранилась после того как мы их помыли ну вот давайте посмотрим что у нас получилось вот 6 деленочек я уже положила на ящик и у меня еще остались несколько деленок вот семь восемь девять ну можно сказать что 10 полноценных деленок с одного корешка еще возникают часто вопросы нужно ли обрабатывать срезы у пионов которые мы в общем то оставили роста вот такими вот беленькими не обработанными просто срезанными я никогда не обрабатываю срезы ничем я оставляю на воздухе они подсыхают у них получается здесь такая ну как пробочка что ли они запечатка запечатываются можно так сказать и перестает туда поступать влага они не гниют кто-то обрабатывает специальными средствами есть очень много сейчас жидких средств по типу как ранет для того чтобы замазывать раны на деревьях вот этими средствами пользуются для замазки пионов закрытия всех вот этих вот срезов кто-то пользуется зеленкой но вот зеленки вообще не вижу никакого смысла потому что она кроме как обеззараживания в общем-то живой ткани не несет больше никакого хорошего воздействия на пион то есть срез она не спасет то есть он все равно останется необработанным кто-то еще обрабатывает залой или толченым углем это тоже можно сделать в общем особенно если на пионах были какие-то бактериальные заболевания то это можно сказать что даже необходимо сделать сегодня мы рассматривали деление взрослого куста у которого было много полостей который очень долго рост если делить куст 3 с 4 лет не конечно это происходит намного быстрее и не так интересно то есть здесь процесс более творческий и с таким с хорошим подходом с мыслями как головоломку решали в общем что ж как видите пионы нужно делить своевременно не запускайте этот процесс для того чтобы вы смогли правильно грамотно и вовремя поделить прекрасные пионы я надеюсь что эти рекомендации елена гераскиной вам пригодятся поддержите наш канал достаточно подписаться нажать на колокольчик и поставить лайк ну а в комментариях к этому видео расскажите какие сорта пионов растут на вашем участке удачи удачи и и Субтитры подогнал «Симон»